Брожение умов По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя – Казначей, Почешухин и Ходатай по делам, он же и старинный корреспондент сына Отечества – Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади. Но, зная миролюбивый нрав, умеренное направление спутника, он молчал. На середине площади Почешухин вдруг остановился и стал глядеть на небо. Что вы смотрите? Оптимович, скворцы полетели. Гляжу. Куда сядут? Туча-туча. Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать, да ежели в саду отца протеерея сели, нисколько. Еф, Серапович, не у отца протеерея, а у отца дьякона врата Адавова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их посудить и убивать? Птица насчет ягод вредна, это верно. Но все-таки, все-таки тварь. Всякое дыхание. Скворец, скажем, поет. А для чего, он спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание, да и хвалит Господа. Ой, нет. Кажется, у отца протеерея сели. Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и лапоткой. Поглядев вопросительно на Почемухина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протеерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протеерея. Да. Вы правду сказали, они у отца протеерея сели, продолжал Оптимов. У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать. Из калитки вышел сам отец протеерей, восьмистишеев, и с ним диак Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание, не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дичком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять. Отец Пайси, надо полагать, на требую идет, сказал Почемухин. Помогай ему, Бог. В пространстве между друзьями и отцом протеереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Пайси, напрягшего свое внимание навысь под небесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ветший нищего слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся селедей. Что-то случилось, надо думать, сказал Почемухин. Пожар, что ли? Да нет. Не видать дыму. Эй, Кузьма, крикнул он, остановившись мужику. Что там случилось? Мужик что-то ответил, но Почемухин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных в дверях показались сонные приказчики, штукатуры, мазавшие лобаз купца фертикулино, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный. Описавший босыми ногами круги на каланче остановился, поглядел немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным. Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкаетесь. Черт свинячий. Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь. Вас честью просят. Должно внутри загорелось. Честью просят. А сами руками тычат. Не махайте руками. Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права руками волю давать. На мозоли наступил. Ай, чтоб тебя раздавило. Кого раздавило? Ребята, человека задавило. Почему такая толпа? За какой надобностью? Человека вашего, сколько задавило. Где? Разойдитесь. Господа, честью прошу. Честью просят тебя. Дубина, разойдись. Мужиков толкай, а благородных не смей трогать. Не прикасайся. Не что это люди. Не что их чертей проймешь добрым словом. Сидоров, сбегай-ка за Аким Даниловичем. Живо? Господа, ведь вам же плохо будет. Придет Аким Данилович, и вам же достанется. И ты тут, Парфен. А, еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит. А туда же, куда и люди. Не повинуются. Смирнов, запиши Парфена. Слушаю. И Пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухший. Это Пуровский. Пуровских не записывай покуда. Пуров завтра оменинник. Скворцы темной тучи поднялись над садом отца протеерея. Но Почемухин и Оптимов уже не видели их. Они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилович. Что-то жуя и вытирая губы. Он взревел и врезался в толпу. Пожарные, приготовьтесь, разойдитесь. Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет. Чем в газеты на порядочных людей писать разные там критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественнее. Добру-то не научат газеты. Прошу вас не касаться согласности, вспылил Оптимов. Я литератор и не дозволю вам касаться согласности. Хотя, по долгу гражданина, и почивтаю вас, как отца и благодетеля. Пожарные ли? Воды нет, ваше высокоблоградие. Не разговаривать? Поезжайте за водой, живо. Не на чем ехать, ваше высокоблоградие. Майор на пожарных лошадях поехал ихнюю тетеньку провожать. Разойдитесь. Сдай назад, чтоб тебя черти взяли. Ты съел? Запиши-ка его, вон, черта. Карандаш потерялся, ваше высокоблоградие. Толпа все увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав стрелочка, толпа ахнула и повалила к трактиру. Там так никто и не узнал, почему собралась толпа. А Оптимов и Почемухин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих. И виден был только один единственный человек. Это пожарный, ходивший на каланче. Вечером того же дня Аким Данилович сидел в бокалейной лавке фертикуленно, пил лимонад, газес с коньяком и писал. Кроме официальной бумаги, смею добавить от себя некоторое превосокупление. Отец и благодетель, именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов. Столько я вынес за сей день, что я писать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит в себе подходящего названия. Горжусь семи достойными слугами отечества. Я же сделал все, что может сделать слабый человек. Кроме добра ближнему, ничего не желающей. И, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные за недостатком улик сидят пока в заперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества приступили заповедь. От невежества. От невежества приступили заповедь. Продолжение следует...